Привет, друзья! Я Григорий Герман, и это Скальпин. Наш инструмент в информационной войне. Инструмент, с помощью которого мы срезаем с глубоко больного тела Российской Федерации всю гниющую плоть иллюзии и обмана, которую пытается нарастить российская пропаганда. Мы делаем это для того, чтобы все мы увидели самую суть происходящего в стране победившего путинизма. Стране, которая при всех своих проблемах, при том, что она ведет войну, что инвалиды, зэки, уроды с поломанной психикой, вернувшиеся с войны на улице, что рост организованной преступности в 70 с лишним процентов, что инфляция, несмотря на все это, страна всю неделю обсуждала, кто убил Анжелу Дэвис. Ну, в смысле, кто подставил кролика Роджера, в смысле, кто стрелял в Трампа. НЕДЕЛЮ! И как обсуждали, а? Глобально, с чувством, с тактом, с расстановкой. Философски обсуждали. Когда мне говорят, что демократия – это хорошо, судя по кадрам из Америки, я говорю, что это нехорошо. Ну, нехорошо. Такая демократия никому не нужна. Я не хочу такую демократию у себя в стране, например, где стреляет президент. Я не хочу такой демократии, где друг друга ненавидят. Я не хочу такой демократии, где полностью расколотто общество. Так, ясен пень, что ты не хочешь-то? В любой демократической стране, не только в США, да, в любой, такой баобаб, как Гурулев и близко не смог бы подойти к законодательному органу. Он, как мне кажется, даже среди российского генералитета выглядит комичным персонажем. Так что, понятное дело, алка генерала никто и никогда, даже томодой на шашлыках не выбрал бы с его диктой. Покушение на Трампа обсуждали не только с философской, но и с предикторской точки зрения. По крайней мере, в этой палате. Постарались все-таки еще раз покушение организовать? Ну, судя по всему, да. Потому что его пытались дискредитировать, да? Его пытались посадить. Сейчас его пытались убить. Ну, в принципе, вторая попытка вполне логична. После этого я предлагаю называть Сидорова Сидора в два раза. Ну, то есть, они пытались заглянуть в будущее, но выходило, конечно, как всегда. Как видите, да? Но что делать, если партия сказала надо? Тут даже в директоре Мосфильма проснулся Нострадамус и Баба Ванга одновременно. Ну что, такое впечатление, что да, он, конечно, приблизился к победе очень сильно. Это будут, конечно, по-всякому трактовать. Но, тем не менее, очевидно, что после этого выстрела его шансы стали невероятно высоки, учитывая еще то, что происходит с Байденом. Понимаете, да? И у Соловьева конкретно. Хотя, извините, ребята, что я поставил в один ряд слова «экспертность» и «Соловьев». Потому что Шептун, конечно же, выдал мегаэкспертную базу-базище 100-тонное. На фронте у нас сейчас народ-то тут же пошли мемасики в большом количестве, когда на снарядах пишут «за ухо Трампа». Но шутки шутками, а кому-то в первую очередь выгонят – украинцам. Украинская политическая элита. Они ненавидят Трампа, они его боятся. Всем все понятно? И еще не успело затихнуть эхо выстрелов в городке Батлере, а организаторы покушения на Трампа уже двигались в белом Рено по направлению к украинской границе, по пути пытаясь съесть свои визитки Яроша. Или что там нынче в тренде? Я как-то… Украинский перевод «майн кампф»? Я потерял нить, которую они пытаются пришить Украине нацизм. Че только не придумаешь, да, чтобы твои цитаты быстрее перевели подстрочником и отправили в ротацию на западную аудиторию вот с этим подстрочным переводом и с помощью просто, не знаю, сотен тысяч ботов, да, за которые платит Маргарита Симоньян. Жаль, что Путин так спалился перед Карлсоном. Вот бы Карлсон такую конспирологию на свою аудиторию понес. Но не срослось. Бывает. Пришлось только зрителям в вышнем толчке и усть звездюйски горевать и возмущаться, как это проклятые хохлобандеровцы чуть не убили главную российскую надежду на победу в Украине. Которая на самом деле иллюзорная, потому что только сказочный, ну пусть будет Иван Дурак, после первого срока Трампа поверит в то, что Трамп пророссийский политик. И что он без оглядки отдаст просто Украину Путину и вернет все назад. И санкции, санкции отменит. Притом, понятное дело, что наши союзники рассматривают все варианты. И вариант, что Дональд Джонович может притормозить, пока будет разбираться в вопросе, тоже рассматривают. Поэтому стараются занять все позиции и сделать все, чтобы помощь Украине не останавливалась. И посмотрите на практические шаги, практические, не заявления. Кто первым дал нам дальнобойное вооружение? Крылатые ракеты воздушного базирования с дальностью поражения 300 километров. Штормшедл. Великобритания. Кто первый передал современные танки? Челенджер. Великобритания. Кто стоял у истоков создания коалиции дронов? Великобритания. Кто, в частности, первым заявил о создании коалиции военно-морских сил? Великобритания. Пионеры во всем. И теперь, Герман, когда Соединенные Штаты заявляют о беспокойности по поводу атак, атакам сам по территории Российской Федерации? Заявление о Великобритании. Мы можем долго дискутировать, времени мало. Но заявления премьера и заявления министра обороны, они показывают, мы готовы. У нас идет внутренняя дискуссия в средине нашего военно-политического руководства. Нет, без, соответственно, оглядки на Соединенные Штаты. Вот в чем был сигнал. А ведь там же еще и Макрон есть. Макрон, а какой красавчик. Ну просто же боженька политики. Кто набрал больше всех голосов и кто остался без единого поста в парламенте? Лепен капитан. В Германии, конечно, посложнее для Украины. Там Путин заслал денег в оба крайних оркестра. И крайне правый, и крайне левый. Но, во-первых, там выборы в следующем году. Во-вторых, по крайней мере, пока там речь о том, что вот эти вот и крайне правый, и крайне левый, и Вангнехт, и альтернатива для Германии смогут взять власть. Об этом речь пока не идет. Так что, как минимум, в этом и в половине следующего года будет Шольц, будет Светофор. Ну это неофициальное название. Коалиции, правящей в Германии. А значит, Шольц будет, как и раньше, сначала валять Шольца, а потом давать Украине все необходимое. Консенсус в его кабинете о необходимости поддержки Украины в условиях турбулентности в Белом доме есть стопроцентный. И вот это вот все, Британия, Франция, Германия, Скандинавы и Балтийцы, Нидерланды, Польша, выделяющая 0,25% от ВВП на военную помощь Украине, вот это вот все вместе, что? Правильно! Они не верят в победу Украины. Задача Украины, как прокси, нанести максимальный ущерб России, российским вооруженным силам. В будущем часть большой сделки, я думаю, это будет ампутация Украины. Отказ от Украины, как уже от использованного ресурса, фактически. Трампу Украина, вот в этом виде урезанном, она по большому счету не нужна. Она на этой стадии выполняет свою функцию. Еще раз подчеркну, нанесение урона России. Четкие признаки отсутствия веры в Украину. Вот железно, точно, так и есть. Водос так и есть, мощно заметил. Только не ешь в следующий раз картофан с фитофторой, кто его знает, куда в следующий раз занесет тебя этот чисто лукашенковский трип. Он бульбомастер под такими приходами, то точки на карте видит, то угрозы наступления ему украинские мерещатся. И он их героически отводит, все в рамках. Наркотического трипа. То размахивают кукурузными кочанами, убеждая всех, что это ядерные ракеты. В общем, Вань, не увлекайся. Рыгорыч человек в возрасте, его психика измучена нарзаном и постоянными страхами, что его грохнет его же дружок плешивый. А у тебя же еще вся жизнь впереди. Британ, весь срок, который тебе придется отсидеть где-то в какой-то белорусской тюрьме, тебе еще видеть, как Украину будут поддерживать и завтра, и зимой, и в следующем году, и видеть, как все больше и больше сморщиваются амбиции кремлевской мули. Что Украина не останется одна. Украину будут поддерживать. И Украине помогут в случае новой агрессии Российской Федерации. И это как раз тоже определенная монетка в копилку будущих переговоров, поскольку показывает Российской Федерации, что не имеет смысла сейчас говорить об ультиматумах. И не имеет смысла выставлять условия, когда Украина ее обезоружит, и это дальнейшим шагом России будет просто через определенное время просто съесть всю страну целиком. Нет, такого не будет абсолютно. И все вот эти шаги, которые делаются и Украиной, и нашими партнерами, показывают России необходимости именно справедливых переговоров. Насколько готова сейчас Москва? Ну, вопрос открытый. Кто-то говорит, что вот эти так называемые предложения Колокольцева, которые там Гордон озвучивал, что это правда. Кто-то говорит, что это выдумка. Кто-то еще... Но тема сама витает в воздухе. То есть определенные фрагменты, да, определенные фрагменты, они присутствуют. Наверное, тема витает в воздухе, да, потому что СВО идет по плану, и Россия побеждает. И готова воевать еще минимум лет 10, без малейших последствий для себя. Легко. Ну, наверное, да? Так? Поэтому Путин так часто говорит о переговорах. Скорее всего, да. Но это не точно. Такая война ему, конечно, невыгодна. Много людей гибнет. Ну, а он же не может никак повлиять на дела на фронте. Не может повлиять. Ему как-то надо выйти. Из этой истории бы он хотел выйти. Но это значит, что через какое-то время, ближе к следующим выборам, там, ему все равно нужна будет авантюра. Потому что как только закончат стрелять пушки, да, вот, все будут спрашивать, там, про масло. И вот это момент, который Запад пока не осознал. Важный момент. Я знаю, что неправильно вот так вот обобщать Запад, да, потому что Запад разный, он многоплановый. А каждая из стран имеет свои задачи, свои цели. Но чтобы не утомлять подробными раскладками, я, с вашего позволения, общая для всех стран тенденция и буду обозначать именно так. В общем, Запад. Так вот, Запад уже понял, что Украина выстоит. Тот самый министр финансов Германии Линднер, который 24 февраля говорил нашему послу, мне очень жаль, но вам осталось пара дней. Теперь, в 2024 году, один из главных драйверов помощи Украине. Министр обороны Германии Писториус говорит, мне нужно для Украины еще пара миллиардов евро. А Линднер ему отвечает, я найду. И начинает сокращать программы помощи другим странам. Потому что он понимает, Украина выстоит, если ей помогать. Запад понимает, что Россия это угроза. Но пока не понимает, что угроза это имеет имя. И имя это Путин. Исчезнет Путин, так или иначе остановится война. Да, я действительно в это верю. Несмотря на то, что россияне поддерживают войну, просто мнение россиян никого особо в России не интересует. Поддерживают, не поддерживают, это мало на что влияет. А вот исчезновение пляшивого Гремлина из Кремля влияет на очень многое. Совершенно стало очевидно и понятно, что Путина необходимо ликвидировать. И этим, конечно, должны заниматься западные спецслужбы, западные политики. И они должны прийти к консенсусу. Потому что если мы хотим остановить фашизм, остановить вообще войну и развал цивилизации, и вообще, в принципе, сохранить мировое пространство, то, конечно же, этого человека необходимо ликвидировать. Он является сегодня не только возмутительным спокойствием, не только несущим смерть, разрушение и угрозы будущего. Он является дестабилизирующим фактором сегодняшнего дня. И повлиять на изменение позиции уже невозможно. Но, к сожалению, нет. Такого не будет. Несмотря на то, что эмоционально я не могу не согласиться с Андреем, да, это было бы просто великолепно, но нет. Диапазон причин, почему нет, очень широк. От убежденности современных политиков на Западе, что убийство главы другого государства, тем более ядерного, невозможно. От реальной невозможности спланировать и реализовать такую операцию при современном уровне охраны Путина. Ребята, он по своей стране, где все подчинено мановению его мизинчика, летает все равно в сопровождении истребителей, да. До вполне реальных опасений, что такая смерть кремлевского диктатора приведет не просто к смене власти в России, а к неконтролируемым процессам развала России. И тут должно прозвучать, эй, Гриш, ты всегда говорил, что Украина станет спать спокойно, только когда Россия развалится, когда пройдет третий развал российской империи окончательный, когда империя сдохнет под своими же обломками, и что в 91-м году Запад уже проспал такой развал, и ничего страшного не случилось. Говорил же, Григорий. Говорил, все это так, и я до сих пор так думаю. Но западные эксперты убеждены, что новый развал России будет происходить не так, как рухнула СССР в 91-м, а так, как рухнула Югославия. Со всеми вытекающими, в том числе в виде местных геноцидов. Они говорят, с нашей точки зрения, ненависть малых народов России, как это называется, Москва, ненависть этнических меньшинств к русским, такого уровня, и их желание потом отомстить, например, у тех же чеченцев, будет настолько большое, что мы не избежим, и это буквально статус, нескольких более-менее крупных геноцидов на территории бывшей Российской Федерации. С использованием, соответственно, ядерного оружия. То есть, не говоря, что не подконтрольное единой власти ядерное оружие, и желание мести, желание вот этих геноцидов, это то, что их сдерживает, это то, чего они боятся, это то, чего они не хотят допустить, потому что это будет абсолютно неконтролируемая ситуация. А уж как велика ненависть русских ко всем остальным россиянам, пусть будет так, да, россиянам стараются создать вот эту некую новую общность людей. Там недавно было какое-то очередное официозное собрание путинских плохих бояр, ну, в смысле, чиновников, посвященное тому, как день ото дня растет процент жиров в построении общества всеобщей дружбы и толерантности между народами, счастливо живущими под дланью великого и мудрого вла-в-лапу. Как все народы дружат между собой в мудрых объятиях великого русского народа. Хоть они все и чурки, и узкоглазые, и черные, и так далее. Ну, этого в итоговых документах не было, конечно, зато такие темы регулярно поднимаются в блогах зет-патриотов и патриотес. Встречайте! Анастасия, ваш выход! Это прожженная и безнадежная зет-благерина и военная пресс-прошмандовка Кашеварова. И, как видите, она сокрушается, что пока витязи на фронте борют украинский нацизм, их девочек в тылу мигранты ведут в кабинет. Ну, выражаясь языком псевдо-белогвардейских песен-стонов. За что воюем, Корнет Абаленский? Какого хрена ты делаешь в Украине, поручик Голицын? Чеши домой, гладиатор Спартака, пока твои дети не стали называть тебя Гауром, то есть неверным. Но это ведь только одна из проблем в России. Проблем, которые Россию, стремящуюся встать с колен в своем иллюзорном мире, тянут в портер. В прямом смысле этого слова. Про Россию никто же не говорит. Никто же не считает Россию участницей клуба великих. Никто не считает, что Россия является где-то там среди тех, кто реально решает мировую политику. А вот Путину хочется. Вот Путину нужно. Для Путина его окружение это единственная, скажем так, нормальная аргументация, почему их режим до сих пор существует. Путин еще с 90-х обещал людям, что Россия опять там великая и встанет с колен и так далее. А вот с этим сейчас проблемы. Из-за того, что как раз нечем вставать. Экономикой не получается, развитием не получается, какими-то общими нормальными человеческими вещами не получается. Тогда что остается? Остается война. Остается война и постоянная угроза ядерного удара. Именно из-за угрозы ядерного удара и начала апокалипсиса с Россией, говорят Штаты, с Россией ведет общение Китай, с Россией ведет общение все остальные страны, с которыми приходится с ней говорить. То есть только война может подарить России шанс на то, что она войдет в клуб больших государств. И это вот такое себе политическое объяснение, почему Путин никак не отстанет от Украины. Смотрите, ребят, Путин гениально научился строить декорации. Вот правда, из всех искусств в России самым важным является телевидение, в том числе с его умением строить декорации, которая на экране выглядит как настоящая жизнь. Понятное дело, что у Путина декорации помасштабнее, покрупнее. Итак, Путин за рулем Лада Аура приехал на открытие последнего участка трассы М11 Москва-Петербург. 60-километровую дорогу построили с сопережением. Графика, время в пути после открытия обхода Твери сократится почти на час. На дороге нет вообще светофоров. В Автодоре рассказали про стоимость проезда по трассе Нева от Москвы до Петербурга. Она обойдется в 3200 рублей для легковушки и 6600 для грузовых машин. На кадрах с открытия хорошо видно, что перед тем, как тронуться Путин, пристегивает ремень. Дороги смотрят по сторонам и несколько раз произносят красиво. Как же красиво! Понравилась президенту и сама Лада Аура. Он назвал машину хорошей. Серийное производство автомобиль поступит только в сентябре этого года. Расскажите, Василий Васильевич, как дела, как строилось? Дела превосходно. Строилось тяжело, но почему получилось реализовать? Насколько сократит движение между Петербургом и Москвой на 30 минут? Порядка 50 минут, ну полчаса, скажем так. Как руки хорошие, ровнее. Старались. Правее, правее. Вот. Новая дорога из Москвы в Питер. Красиво, масштабно, очень похоже на процветающую страну. А вот что за этой декорацией? Понятное дело, это же главная проблема сейчас в России, как быстро москвичи смогут долететь на автомобиле до Питера, полюбоваться белыми ночами и вдохнуть свежего балтийского бриза. Жители сел в Белгородской области, которым при создании санитарной зоны имени Путина посносило артиллерии все дома и которые ни копейки компенсации не получили и живут в каких-то спортзалах, они очень рады за питерцев и за москвичей. Наверное. Но тут уж ничего не поделаешь, да? Белгородцы рожей не вышли, чтобы на них деньги тратить. Или умом? Про ум это я, конечно, обидно сейчас, но слушайте, вот о каком уме можно говорить, когда белгородцы записывают вот такие вот видео. Наших малышей отобрали детство, отобрали возможность получать образование, заниматься спортом, ходить на речку, гулять с друзьями. Спросите у наших детей, каково это несколько лет сидеть дома за компьютером, пытаться получить образование во время обстрелов и во время ракетных опасностей бежать в убежище. Наши дети ночами плачут от страха. Ах, ты ж волчья сыт травяной мешок. А когда над вашими головами ракеты летели в Харьков, вы че себе думали? Че ж вы тогда видосы не записывали, такие же слезливые? Будьте, ваши дети под тревоги учатся, а то, что харьковские дети, ваши соседи, вынуждены учиться тупо под землей, потому что с ваших аэродромов взлетают ваши сушки и ваши пилоты отправляют полуторатонные бомбы в харьковские дома и школы. Это вам норм? Ничего, рука не дергается видос записать? Не, не дергается. Все сидят у телевизоров и ждут, когда Харьковскую область к России присоединят. Ну, точнее, сидели раньше у телевизоров, теперь не сидят. Вот, вообще нулевая толерантность, как вы заметили, к таким вот, даже минусовая. Вы нихрена не сделали, когда Россия начала эту войну, когда Россия начала убивать наших детей, наших женщин. Ни-хре-на! Ой, мы не могли, ой, мы не можем протестовать. Сказки для умалишенных, все вы прекрасно можете. Тогда, когда дело касается вас лично, вашего быта и вашего удобства, вы все норм можете. И голос прорезается, и взгляд пламенный, и слова правильные, и так все с огоньком. Это реально ржачно, ребята. Российская розовопонная оппозиция такая, говорит, россияне не могут протестовать, высказывать свое мнение. Государство, репрессивный аппарат, протестный потенциал у россиян задавлен полицейским государством. Просто критиковать Путина и власть опасно для жизни, вы не понимаете. Но тут гафнулся свет на юге, и россияне такие с задавленным протестным потенциалом. Временная подача электричества. Короче, у нас в Дагестане, в Ростове там пошли веерные отключения. А я что-то не понял, у нас что, перестали гидроэлектростанции работать, или перестали атомные электростанции, или ТЭС перестали работать, или мы больше продаем, чем своим гражданам надо. Ну так надо просто прокуратуре проверить, куда сколько продается, а то это называется женатой дяди, а сам эти вы че тихо, тихо, боже, какой, а какой, викинг, Рагнар бесцветный, страсть, и не боится ж ничего, а? Майнер, наверное, да, точно. Про продажу света особенно смешно, это тот случай, когда твоя же ипсоха тебе в лоб прилетает. Просто объясню вот эту тему с продажей электроэнергии при выключениях света. Российские ботафермы разгоняли в Украине и вот на тебе, примите бумерангом по лобешнику, а? И смотрите, никакая пропаганда на нее не действует, никакой официал. Почему вот в такие моменты россияне пропаганде официальным лицам не верят? А когда им про нацистов и США гегемонов тирают, верят. Эй, мужчина, некогда об электричестве думать? Матом он ругается, как дитя малое. Не время. Орбан в опасности. Хотел бы сказать, обратившись в прямом эфире, она смотрит везде, и в Европе, и в мире, в службе безопасности Венгрии. Усильте меры безопасности вокруг Виктора Орбана. Это актуальный призыв, и сегодня этот политик объективно благодаря своей независимости, смелости и политической дальновидности вызывает ненависть у целого ряда других политических и криминальных структур, на Украине в том числе. Поэтому усильте меры по безопасности Виктора Орбана. Без света, зато Орбан будет в безопасности. Ну, не, не впечатляет? А чё? Такая загадочная русская душа. Хотя на самом деле никакой загадочности. Эгоистичная, лживая, мерзкая, неумная и агрессивная душонка. Всё себе, всё под себя, после нас хоть потом. Оно ещё и нищая, и духовная, и материальная. Пойти убивать соседей за 10 тысяч баксов. Оккупантом? А свет дома есть? Да? А тогда вообще не вопрос. Поехали. Российская экономика по своему размеру соразмерна с экономикой штата Нью-Йорк. Или же с экономикой Италии. Поэтому сказать, что Россия такая уж богатая, ну, немножко это с натяжкой будет сказано. но население бедное, разрыв между богатыми и бедными один из самых больших в мире по статистике Мирового банка. Поэтому бедное население всегда воспринимает войну не как большую проблему, а как шанс. Война сейчас для простых россиян это шанс. Даже ценой жизни близкого, даже ценой здоровья и так далее, но это шанс вырваться из бедности, как минимум получить какие-то льготы, какие-то деньги, какую-то возможность продвижения. Возможно переехать из той глубинки, в которой человек жил всю жизнь и даже с небольшим шансом выжить в Украине, но потом тебе дадут квартиру где-то в лучшем месте. Да, так получается не у всех, но есть большой процент россиян, которые за счет войны поднимаются, которые реально за счет войны улучшают свое социальное положение. Вот засада. Во-первых, не факт, что возвращаются. Ну, а если возвращаются, становятся угрозой соседей, потому что соседи как бы нет, соседи не считают их мерзавцами и убийцами. Соседи на самом деле практически такие же. Но соседям завидно, что это вот на войну сходило и денег заработало и вот от этого героям реально рвет башню. сходило. А это *** сидите *** заеб*** а я там *** все проливаю *** куны на кейс. А это *** мгновая людей *** А где красота вернулся защитничек. Кстати, вернувшиеся уже реально становятся дестабилизирующим фактором. рост на 70 с лишним процентов организованной преступности это все вот они да. Помните мы еще год назад говорили, что все они эти герои СВО они повторят судьбу афганцев только глубже и жестче. Вот уже. И то, что после очередной волны мобилизации таких станет еще больше тоже может стать одним из факторов, которые удерживают пока Путлера от очередной волны. Но не только. Там много факторов. Объявить новую мобилизацию означает признать тот факт, что не все так гладко. Означает четко признать тот факт, что есть проблемы, что пропаганда врет, что действительно есть потери, потери серьезные, что действительно не хватает людей, не хватает техники, не хватает денег, не хватает ничего. И соответственно объявить новую мобилизацию это означает четко сказать, что да, у нас проблемы с которыми мы не можем справиться. Что все, что мы вам говорили последние два года это вранье что даже та первая мобилизация на и так помогла и соответственно это значит подорвать миф величия подорвать миф диктатора самого подорвать миф пропаганды на это скажем так слишком большие потери для режима в отличие из теми которые были бы если бы мобилизацию не проводили то есть потери личного состава потери техники и все это можно пережить а вот потерю статусности потерю мифа того на которой держится режим это уже слишком рисково по сути миф о величии власти в условиях когда создана антинародное государство это один из столпов власти власть это что-то огромное сильное далекое такое что-то существующее в отдельной вселенной которая с реальной жизнью простого человека конечно соприкасается но вот с этими элементами терками можно порешать в общем и целом власть это это они российское общество привычно к чему тут есть два мира это мы и они они этого путин там все эти вот эта власть да они делают вид что действует от нашего имени да и мы делаем вид то мы поддерживаем на самом деле мы желаем чтобы они просто вот их было поменьше в нашей жизни поэтому и у гражданина россии я имею ввиду ну не у тех кто скажем реально переживает по поводу войны мы говорим про массу побывателей в основном они почему и не чувствуют даже ответственность потому что они себя не ассоциируют ни с какими провластными решениями какие бы ни были сейчас даже не про войну говорю да они нам они там подняли налоги то не подняли там они у нас просто не спрашивают да но это они так решили они там что-то как-то потратили бабки и потратили бы они решили воевать это они решили воевать они решили перестать воевать это опять они решили перестать воевать а когда нас спрашивают поддерживаем ли мы их мы же видим что бывает с теми кто не поддерживает поэтому это все такая поддержка которая меняется при изменении ветра политически Они начали войну Они продают свет Они пролюбили ЖКХ Они, они А самое интересное, что они, они же там тоже делятся на каких-то Мы и какие-то они Или нет, мы и он Он, Путин, он во всем виноват Мы-то что, мы-то ничего не можем сделать Только вот нет, можете Когда жареный петух клюет в скрепное место Прямо в центр Все вы можете Встаете, улицы перегораживаете Полицейских пинаете, отталкиваете, орете А что наверху? Что среди тех, кто действительно обладает ресурсами Убрать пляши его Неужели большие деньги вообще Атрофируют любую склонность к сопротивлению? Вон уже Национализация Передел собственности грядет Будут щипать, будут ошкуривать Будут филировать, ну резать на филе Если мы прекрасно понимаем Будущее Путина Рано или поздно Его ждет очень такой Достаточно жесткий конец То эти люди, естественно, не хотят За ним в могилу идти И понятное дело, что Сегодня Они боятся Российская власть состоит из разных группировок Они между собой Воюют Они между собой Перетягивают канат Они между собой Пытаются Превзойти друг друга на влияние И окружение Владимира Путина И в общем-то здесь Могут возникнуть Определенные предпосылки Для того, чтобы Сформирована была Какая-либо Группа, которая могла бы Ликвидировать Изнутри Владимира Путина Опять-таки Российские спецслужбы И сам Владимир Путин Прекрасно это тоже понимают Он боится смерти Он Это преследует его ежедневно Он живет в запутном пространстве Все меньше и меньше Общается Лично с людьми Бункерное чмо Окруженное аморфными Накачанными ворованными деньгами куклами Неспособными на решительные поступки Даже тогда, когда ясно, что дело пахнет керосимом Ну или таки С хронически заложенными носами Питающие иллюзией, что Ну а может Путин все-таки Что-то придумает А вдруг к нему фарт вернется Ну там Трамп Еще что-то И внизу народ Которому все равно В какую клаку его тащат Они Или все-таки не все равно Или все-таки не аморф Или все-таки инстинкт самосохранения И у народа, и у элит Проснется будильником В ведре со стеклянными банками Посмотрим Нам свое делать И кто знает Может быть россияне таки проснутся Но от сполохов украинской артиллерии Огонь Субтитры создавал DimaTorzok